Всем привет, дамы и господа! Буэнос ночес, аминус. Здравствуйте. Тардес. Да, тардес ночес. Ладно, конечно, у нас сегодня пиво будет. Отец Дмитрий, я думаю, вы поняли, что у нас сейчас будет пиво непростое, пиво будет импортное. Я думаю, тебе оно очень понравится, потому что здесь изображен некий кошачий элемент. На пантеру похожий. Да. Сейчас расскажу, это пиво Бордал, чешское пиво, светлое, постерилизованное, еще и фильтрованное, алкоголь здесь 3,8. Это такое любимое чешское пиво. Ему сегодня... Конкуренцию. Да, конкуренцию составит тоже одно из, наверное, легендарных пиво нашей страны. Это пиво Скайркроу, а пиво... Угол это переводится. Скайркроу. Да, Скайркроу. Это уже Беликобритана, тоже постерилизованное, светло-сильтрованное пиво, и здесь сакокручки и все. Побольше. Ну да, кстати, вот здесь прям классическая рецептура. Вода, H-100, хмель, дрожжи. Вот прям вижу это пиво в руках, и мне, как думаешь, кто вспоминается? Не знаю, если честно, да? Товарищ Синеносый. Синеносый? Да, Гарри Ниддлс. А что, он его обозревал? Вот я не помню, кто-то обозревал он его или нет, но, тем не менее, наконец-то у нас пиво из Великобритании попало в наши обзоры. Ну ладно, ладно, отлично. Чехия против Великобритании. И что вы скажете? Кто вам больше импонирует? Вы знаете, даже не знаю, если честно. Ну как бы Великобритания это более футбольная страна, а Чехия более хоккейная. Ну возможно, возможно. Ладно, давай я открою, и мы все это дело дегустируем и попробуем. Видите, она очень легко открылась. Прыгнула практически. Ликс. Еще раз сегодня граненые стаканы. Да, старые. Я бы что-то захотелось чем-то такое привнести. Водяровым настать? Нет, нет, нет. Давайте только. Зрители, не удивляйтесь, тут просто кот на заднем плане и переднем. Можешь тебе тоже налить? Ты будешь? Да, 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 давайте, отец Павел. Хорошо. Мы сейчас в последнее время пьем все-таки из разных стаканов, чтобы друг друга не перезаражать. А я себя чуть-чуть наживу? Да? Ну да, я же вроде как не пью. Цвет очень красивый. Дайте передам. Все это дело. Держи. Ну такой янтаристый цвет. С красотой минкой. А по составу есть тоже. Ой-ой-ой, а запах-то? Запах-то совкового пива, как пивнух. Рецептура вода, ячмин, саутх. Дайте коту понюхать. Нет. Ну понюхать-то из бутылки-то. А мне потом наливать ее придется. И что? Сам будешь пить вот это все, что после кота. Ну кс-кс-кс-кс. Кицера? Кицера сюда. Он как-то на расстоянии все это нюхает. Ну ладно, давайте короче попробуем. Да, попробуем. Вообще я не ощущаю то, что здесь есть хоть какой-то градус. Прям вкус безалкогольного пива. Ну перемешку с кельхией, кстати. Реально, вкус безалкогольного пива. Я не соглашусь с вами. Я считаю безалкогольного пива. Градус 3.8 не чувствуется ни разу нигде. Ни в одной этой самой. Оно просто очень стыжающее. Вот это большой плюс все-таки для него. У меня тоже, кажется, просто пиво, которое... Не, ну если честно, мне напоминает все-таки келье. Не, не, не. Вот это пиво просто, по-моему, можно сосать одну за одну. Одну за одну. И если оно 3.8, то накидаться и можно навести. Это хорошо. Ну это плюс для данного пива. Ну чехи. Чехи они умеют так делать. Ну он не противный. Потому что безалкогольное пиво, оно противно все-таки по вкусу. Там привкус есть. Здесь привкуса. Противности нет. Ну, наверное, да. Насчет, кстати, вкуса, горчинки, послевкусия. Что ты скажешь? Я пока вот это открою. Горчинка все-таки есть. В отличие от безалкогольного пива. Ну вкус, в принципе, послевкусия тоже есть. Вкус бодрящий, послевкусия тоже есть. А сейчас посмотрим на пугало. Давайте. Что у нас туманно-льбион нам предоставит. По-моему, свет чуть посветлее, что ли. А мне кажется, потемнее, оно же поалкогольнее чуть-чуть. Нет, не зависит. Потому что у нас самое алкогольное пиво. Баутска была. Баутска была. А не Баутска. А не Баутска. Или Портер. Нет, Портер он по определению темный. Икс. Ну, в принципе, мне кажется, чуть-чуть потемнее. Хотя, ладно, если что, там сделаем калибровку и посмотрим. Посмотрим потом. А, я же тебе стакан должен набить. Ну, давайте. Ну, держу. Икс. Это у нас. Скоро крауд. Я правильно приношу? Я думаю, что ваш английский очень хорошо. Очень хорошо. Да, да. Так, интересно. Но я думаю, что я могу сказать, что ваш английский очень очень хорошо. Да. А запаха здесь такого нет хорошего, как в Портере. Запаха нет, но очень такой вкус. Очень вкус интересный. Кстати, да. Вот вкус здесь действительно чувствуется хороший. Я даже не знаю, что про него сказать. Только слегка блекловатый. Наверное. Он как будто разбавленный, но интересный. Как будто очень странное и интересное пиво слегка чуть-чуть разбавленный. Слушай, а как они его делают при таких градусах, а он такой кажется разбавленный? По-моему, им действительно надо напиваться только в путь. 4,7 это что? Разве такой офигенный градус? Не, но все равно здесь не чувствуется 4,7. У нас некоторые 4,7 язык узлом закрутят. Вот у меня каждый выпуск получается дзинь какой-то. Да, да, да. Я просто стараюсь все время его вырезать, но все равно он остается. Что я могу сказать про это пиво? Да, да, да. По-моему, у нее странный вкус. Даже не знаю. А что? Может что-то все-таки добавлено? Не, а вода еще минус. Там скорее кровь, может что-то вороне, перья какие-нибудь там. А, пугало пошимпуганное. Или сено, да. От пугало. Что тут может быть? А это, мне кажется, особенность британского пива. Они, как правило, делают такое пиво с этими горчинками, со всякими такими. Бельгицы любят изъебываться. Но здесь горчинка тоже не ощущается. Нет, здесь есть вкус и горчинка здесь очень хорошая. Например, как тут по языку стелется. Она по языку стелется. Это пиво очень хорошее. Давай, давай. Опа. Ладно, я готов вынести вердикт. Давайте, отец Павел, подсосывать вам не буду. Но говорить его не надо. Хорошее пиво и то и другое. В данном сравнении мне больше понравилось пугало. Как-то оно, наверное... Насыщенное. Да, насыщенное все-таки. Вкус это... Больше понравилось. Пардалу я поставлю 7 за его легкость. Хотя я подумал 6, но как-то... Да нет, вы с 6 точно начали. Ну вот я поставлю 7. А вот пугало я думал 9 или 8. 8 или 9. Наверное, все-таки попробуем поставить 8. Как-то вот... до 9. Не знаю. Может быть, найдем получше. Отец Павел. Полностью с вами соглашусь. Редкие опять случаи до конца. Ну какой у наших последних, по-моему, 5 выпусков все такие редкие случаи были. Семерка Пардалу. Пардал? Пардал. Утранцевое ударение, да? Пардал. И Скайро Кроу. Органик. Ну да. Восьмерку. В принципе, хорошее пиво. В общем, что вы, можно сказать, в стране ОС бухают это дело? Ну это про Чучелка? Да, да, да. Северная. У них страна ОС, у нас Изумрудный город. Изумрудный город, а Волков адаптации сделал такую. Да я знаю, я тут его читал. Я не читал, если честно. Урфин Джукс тоже читал? Да. И его армию солдат там всяких странах. Да, да. Шесть книг там, по-моему. Он там их, это, Спичкин принес, а они до этого... А, не-не-не, Спичкин этим придуркам другим принес. Там он какое-то племя нашел. Которые не знали огня, и чтобы пропитаться, мариновали, солили уток на зиму. А он дал огонь, они подумали, что это божество, и он их повел на Изумрудный город. Вроде так было. Ну это я читал. Единственное, что я адаптивные читал. Не адаптивные. Ну, Буратино я читал, и читал одновременно Пиноккио. Да, Пиноккио с Буратино. Ладно, что-то мы вам заговорились. В принципе, мы вынесли вроде вердикт. Да, да. Ладно, попрощаемся, наверное, на это с вами. Ну да. Все, на сегодня. Одесса Мингос. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова